Ума-палата. Не зарплата, но дивиденды принесет. Добрый день, уважаемые слушатели. В эфире дискуссионная передача «Ума-палата» и я, ее ведущий, Владимир Сизов. Это передача для тех, кто задается вопросами и ищет на них ответы. Программа создана при участии Вятского интеллектуального клуба, неформального объединения думающей интеллигенции нашего города. Тема, которую я хочу сегодня обсудить со своими коллегами из Вятского интеллектуального клуба «Существует ли социальная справедливость?» Представлю моих гостей. Владимир Викторович Шрубин, директор Кировского медицинского колледжа. Добрый день. И Тимур Серафимович Кожерников, практикующий психолог и преподаватель юридической психологии МГЮА. Добрый день. Вот, коллеги, согласно опросу Фонда общественного мнения, в 2018 году 65 респондентов полагали, что современное российское общество устроено несправедливо. Еще больше, 77% респондентов считали, что власть либо не хочет, либо не может сделать российское общество справедливым. Либо не хочет и не может одновременно. Вряд ли с этого времени цифры существенно изменились. И действительно, в повседневной жизни каждый человек регулярно сталкивается с несправедливостью. И далеко не всегда это кончается только испорченным настроением. Несправедливость порождает чувство оскорбленного достоинства, желания отомстить. И в самом легком варианте обиженный человек может просто перестать общаться с обидчиком. Однако, если его чувства задеты сильно, он может пойти и на совершение преступления. Когда чувство несправедливости возникает сразу у многих людей, это может привести к выступлениям, к бунтам. Вот как, например, недавно, помните, происходило в США, в Миннеаполисе в связи с убийством полицейскими во время ареста чернокожего американца. То есть, несколько недель шли волнения и до сих пор, в общем-то, они продолжаются. Организация Объединенных Наций называет социальную справедливость основополагающим принципом мирного и процветающего существования внутри стран и между ними. ООН даже установила специальный праздник – Всемирный день социальной справедливости, который отмечается 20 февраля. Но только вот вопрос, а существует ли на самом деле социальная справедливость, которую нам предлагают праздновать? Давайте попробуем разобраться с вами. И, наверное, я первого попрошу Владимира Викторовича. Как вы считаете, Владимир Викторович, что такое справедливость вообще и социальная справедливость в частности? Уважаемые друзья, тема справедливости, она и новая, и с другой стороны, она точно так же стара, как мир. С момента появления человека разумного, хомо сапиенса, этот вопрос волнует. От определенной группы населения, племена и так далее. И искали всегда выход. Но вернусь сейчас к слову справедливость. Этот термин в русском языке появился на рубеже 16-17 веков, когда наиболее были развиты и формировались связи с польским государством, с чешским государством. Ну, сами помните события начала 17 века. Смутное время, да? Смутное время, да. Ну, вопрос возникает, а что в России разве не было понятия справедливости? Было четкое такое слово, которое называлось, обозначалось как правда. Русская правда, свод законов, который определял жизнь в российском государстве. А зачем тогда новое это слово ввели, если была права? А чем отличается справедливость? Да. Справедливость, она, этот термин шире, чем правда. Ну, и так вот те же синонимы можно подобрать к справедливости, как равенство, правдивость, объективность, честность, беспристрастие. И вот можно дальше уже мысли развивать. Из всех существующих определений справедливости мне наиболее понравилось, и, на мой взгляд, оно отражает суть, справедливость такой же необходимый для жизни продукт, как хлеб. Ну, давайте сейчас вернемся... К социальной справедливости. К социальной справедливости. Значит, по справедливости мы более-менее определились. А что такое социальная справедливость? Ну, социум, понятно, нам всем это общество. Собственно, справедливость ясна, социальная справедливость или общественная справедливость. Я бы сказал так, справедливость общества по отношению к индивиду. Хорошо. Тогда я вернусь снова к термину. Когда же он появился, этот термин, социальная справедливость? Он появился у нас в середине XIX века, а ввел его именно Луиджи Топорелли. 1840 год – это времена французских революций, всяких, так сказать, поисков истины во Франции, в Италии, в Германии. И вот тогда этот термин социальной справедливости появился. Наиболее такое приемлемое определение социальной справедливости – это проблема приемлемой степени неравенства в распределении доходов. Это, на мой взгляд, что такое социальная справедливость. Ну, еще несколько слов скажу о том, что справедливость ведь волновала умы в античный период. Вот тогда Аристотель впервые, может быть, он два определения, два направления справедливости задал. Это уравнительная справедливость и распределительная справедливость. Но, конечно, потом дальше уже мысль пошла, и эти были понятия расширены. Спасибо. Тимур Серафимович, а вы согласны с теми определениями, которые предложил Владимир Викторович? И у меня у вас будет дополнительный вопрос. А вот несправедливость, вот что нужно понимать? Это же антибутная справедливость, да? Что такое несправедливость? Ну да, соглашусь, конечно, и с Владимиром Викторовичем, и с точками зрения, что всего обратная сторона имеется. Но вот любое же явление, любая категория – это и индивидуальная категория, да? И коль мы явление социальное, то есть не можем быть вне социума, то и социальное. Так вот, конечно, более-менее поняв и приняв категорию, скажем, индивидуальной справедливости, да, свое, что было, и социальной справедливости, мы наверняка сможем и, скажем, найти для себя что-то приемлемое в категории несправедливости. Ну вот, наверное, все-таки лучше сказать по поводу справедливости вначале, да, экспериментов проводилось ни один, ни два, ни сотни, ни две. Вот эксперимент, который мне в большей степени не понравился, наверное, приведу его, постараюсь покороче. Вообще, американцы эксперимент проводили такой, заключался он в следующем. Группой студентов были по три человека, два человека за стеклом находятся односторонним, да, то есть одной стороны видно, а другой нет. А третий студент, он выполняет задания, да, ну, кто руководит этим экспериментом, и по мере усложнения задач получал разряд удар током. Вот этот испытуемый человек, конечно, жестоко получается, но, видимо, есть, как есть. Так вот, по степени ответов правильных, скажем, да, двое, которые наблюдали за испытуемым, они вначале его, скажем так, поддерживали, да, за стеной, там, за стеклом, и были рады. Когда он перестал, скажем, отвечать правильно, его разрядом тока ударяло, и они показывали возмущение, негодование ситуации, то есть зачем так, как не стыдно. По мере усложнения дальше человек все больше ошибался под влиянием и задач, и вот этого наказания. Студенты, которые наблюдали, стали точку зрения противоположную демонстрировать, что да, он сам виноват. То есть там много разных было вариантов этих тестов, но вывод такой был сделан. Самый основной, что если человек может влиять на ход ситуации, да, то есть он может суеволю проявлять каким-то образом и видеть результат, то для него это справедливо. Если человек не может влиять на ситуацию, она для него будет несправедлива. То есть это вот базовая, скажем, такой базовый вывод был сделан. То есть это по поводу категории индивидуальные, наверное. По поводу социальной справедливости, ну вот преподавая юридическую психологию, скажем, с разными точками зрения сталкивалась. Так вот, точка зрения появления государства, на ФТГП, кстати, теория государства и права рассматривается, психологическая. То есть появление социума было обусловлено запросом основной массы, скажем, ну граждан или там как сообщество назвать, чтобы вопросы их решались. То есть не мы сами напрямую решали, а кто-то решал наши задачи. То есть как запрос вот на, скажем, данное явление, появилась и социальная, ну скажем, наверное, общность, да, то есть социум государства и так далее. То есть исходя из этого, получается, что... Социум и государство-то ведь это разные понятия. Общество – это общество, а государство – это уже целая система, которая руководит этим обществом. Да, так вот, продолжая мысль, что от индивидуальной справедливости мы переходим к социальной, потому что социальная справедливость – это некая надстройка уже. То есть если асоциумы пирамидальны, да, то есть как по принципу власти подчинения, то уже появляется категория как сверх, да, человек, который может свою волю распространять. Об этом, кстати, еще Аристотель говорил в свое время. Позитивное право потом у него стало. То есть появляется социальная справедливость, то, как тот, кто может ее распространять на всех остальных, ну, скажем так, ниже стоящих его, то так она и будет выглядеть. А уж кто будет... Вы думаете, что так, как теория общественного договора, да, у кого-то, что вот люди собрались, захотели там, чтобы ими управляли и выбрали себе доброго царя и так далее. Вот что-то мне подсказывает, что совсем все по-другому проходило, что были завоевания, людей, так сказать, силой загоняли в эти общности и в государство. Ну, с чего-то же ведь это начиналось все равно. Владимир Викторович, вы прокомментируете? Я хотел задать вопрос Тимуру Серафимовичу. На ваш взгляд, что для человека ближе, сильная власть или справедливое государство? Ну, это такие достаточно сложно сравнимые, наверное, категории, то есть сильная власть, насколько она справедлива будет, да, то есть тут надо, опять же, разобраться, то есть это даже не то, что сравнимые категории, они немножко о разном, на мой взгляд, чтобы их сравнивать. Ну, ведь, опять же, люди все разные, и у каждого будет свое представление, да, то есть кому-то, может быть, сильная власть нужна, исходя из его, скажем, да, внутреннего понимания. Ну, конечно. Я думаю, достаточно ответа, а вот все-таки вы не выходите от вопроса. Я задал вопрос о несправедливости. Индивидуальной или социальной? Ну, можете и ту, и другую. Индивидуальная несправедливость, вот, ну, лично моё мнение я расскажу, что это какой-то определенный, наверное, степенью несправедливости должна быть, то есть до какой-то меры отношение к нам мы считаем, ну, приемлемым, хоть нам что-то может и не нравиться, наверное, но свыше какой-то меры, то есть уже человек воспринимает как конкретно такую несправедливость. Вот это вот в вопросах, наверное, индивидуальной справедливости. А насчет социальной справедливости, это уже надо, наверное, исследовать и сравнить. Владимир Викторович, может быть, у вас есть ответ, ну, так, как вы себе представите, что такое социальная несправедливость? Да, на мой взгляд, вот что Тимур Серафимович сказал, это, так сказать, меня устраивает, да, но вот именно социальная несправедливость – это то отношение индивидуума к такому событию, которое он считает неприемлемым для себя. Интересно. Ну, будем считать, что мы этот вопрос определений решили, и у меня есть, так сказать, другой вопрос, который уже ближе будет связан с темой нашего сегодняшнего обсуждения. Но сначала я хочу предварить его таким небольшим сообщением. Вот одним из главных источников социальной напряженности является, по убеждению многих, доходы, доходы граждан. На сегодняшний день в России более 20 миллионов человек живут официально за чертой бедности. Это примерно 13,5% населения. Их доходы ниже официально установленного прожиточного минимума. Но это на самом деле в два раза меньше, чем в 2000 году. Но, однако же, на треть больше, чем было в 2012 году. То есть мы сейчас живем хуже, чем 8 лет назад. При этом процент богатых растет с каждым годом. По данным на 2020 год, уже более 100 россиян стали долларовыми миллиардерами. Тогда как 5 лет назад их было в три раза меньше. Кроме тех, кто живет за чертой бедности, существует еще такая категория граждан, которую называют экономически уязвимой. Сюда, по определению Всемирного банка, относятся люди, которые живут меньше, чем на 10 долларов в день. То есть примерно 740 рублей. Иначе говоря, это те люди, чей доход составляет меньше 22 тысяч рублей в месяц. Но таких у нас больше половины россиян. Так вот, 80% опрошенных россиян считают основной причиной бедности несправедливое распределение доходов. А именно, что богатые зарабатывают слишком много, а пенсионеры, инвалиды и другие социально незащищенные группы получают слишком мало. Социальная формула справедливого распределения была сформулирована еще французским политиком, мыслительным Прудоном. А потом взята на вооружение Марксом и Энгельсом. Вы ее все прекрасно знаете. От каждого по способности, каждому по труду. Но вот в чем проблема. Порой экономическое неравенство, которое является естественным следствием различия людей в умениях и талантах, воспринимается как социальная несправедливость. То есть почувствуйте разницу, да? Ну, скажем так, например, труд талантливого изобретателя, чьи изобретения улучшают жизнь общества, конечно, должен оплачиваться в разы выше, чем простая нетворческая работа. Или, скажем, труд хирурга должен оплачиваться выше, чем труд санитарки. Вот как вот вы думаете? Ведь возникает вопрос, а где та грань, которая отделяет справедливое неравенство людей от социальной несправедливости? Вот кто готов, коллеги, из вас порассуждать на эту тему? Да, Тимур Сарафимович. Наверное, да, как раз последнее уточнение, наверное, вводит на мысли. Вспомнилась фраза, есть у нас в бизнесе такой известный спикер Радислав Гондапас. Вот он был на его выступлении, он начал с того выступления с фразы, там, бизнес в основном присутствовал, да, не врать себе, да, то есть вот эта фраза, она очень понравилась. Почему? Разумеется, он прокомментировал, да и так понятно, да, что, а все ли ты сделал для того, чтобы ситуация выглядела справедливой, по крайней мере, от самого себя, да, то есть насколько ты, там, скажем, реализовал свои возможности, по крайней мере, попробовал, потому что не каждый действует, достигая сразу чего-то, там, и потери могут быть, это, в принципе, наверное, неплохо. То есть любой же человек, он прекрасно, скажем, может объективно подойти к самому себе, да, то есть насколько он решил ту проблему, которая возникла, и что он, знаете, его достиг. Так вот, как раз, мне кажется, мое мнение, да, что вот это вот несправедливое, как сказал Иван Сергеевич? Неравенство? Несправедливое, справедливое неравенство. А, нет, социальное несправедливость и справедливое неравенство. Да, то есть вот как раз вот на стыке здесь и получается, что как только человек, если он признает, что он сделал все от себя, возможно, решить, да, то есть свою там какую-то ситуацию, проблемы, кризисы преодолеть и там, ну, можно дальше продолжать, то вот, наверное, здесь и возникает, на мой взгляд, водораздел между этим одним явлением и вторым. Потому что, ну, сам же человек тоже должен за себя отвечать, наверное, а если учесть, что человек вот по некоторым исследованиям восемь раз в процессе обычной беседы лжет, да, то есть исследования эти есть, то есть мы насколько вообще врем кому, да, другим, себе и так далее, так вот, как только мы начнем себя более-менее объективно оценивать, да, то есть наверняка мы и поймем, насколько справедливо то, что происходит вокруг нас, потому что ведь это и от нас зависит тоже в какой-то степени. У нас тема-то социальной несправедливости, то есть общественной, не личной справедливости, и вот все-таки в отношении социума мы с вами как раз обсуждали доходы, да, вот есть доходы миллиардеров, я сказал, что больше ста человек, россиян, являются долларовыми миллиардерами, то есть, понимаете, значит, каждое из них состояние оценивается больше, чем 75 миллиардеров. миллиардов рублей, если в рублях больше, чем 75 миллиардов рублей. Вот их путь, наверное, сложный. Можно честно заработать такие деньги, извините, уж так по-простому. Давайте мы, Владимир Викторович, послушаем тогда. Вот, что касается разницы между справедливым неравенством и социальной несправедливостью, я несколько тут моментов хочу отметить. Во-первых, социальная несправедливость, о чем Владимир Сергеевич сказал выше, это ситуация, которая складывается в настоящее время в России опасна. Она усилилась за последнее время в связи с теми изменениями, которые произошли в обществе именно с эпидемией коронавируса, потому что расслоение в обществе усилилось. И вот есть такое понятие децильности или коэффициент децильности. Это соотношение доходов 10% населения бедных слоев и 10% наиболее богатого населения страны. И вот этот коэффициент децильности у нас по последним данным составляет 1 к 16, то есть официально 10% самых богатых людей богаче бедных в 16 раз. Но норматив такой должен быть примерно 1 к 7, 1 к 8, что выше уже это есть опасный прецедент, когда может государство не выдержать этого напряжения. Но тем не менее, мне понравилась идея Ивана Александровича Ильина, нашего русского философа, мыслителя, что касается социальной справедливого неравенства. Он так определил, что справедливость не требует равенства, она требует предметно обоснованного неравенства. Ребенка надо охранять и беречь, это даст ему вариант привилегий. Уставшему подобает снисхождение, безвольному больше строгости, честному, искренному больше доверия и так далее. Но, с другой стороны, существует еще и теория справедливости, которую разработал американский тоже ученый Джон Роллс. Значит, он говорил вот так, что есть принцип, принцип справедливого неравенства, он заключается в том, что экономические отношения должны быть устроены так, чтобы наибольшее преимущество имели наименее преуспевающие члены общества. То есть, суть в чем? В том, что общество должно быть готово дать какие-то преференции людям, которые имеют какую-то уязвимость. Например, дополнительные социальные льготы для инвалидов, для семей, которые имеют достаточно большое количество детей, для сирот и как бы вот стартовая планка или момент начала какой-то деловой активности у них будет примерно-примерно равный. А что касается социальной несправедливости, я уже повторюсь, что это вот такая категория опасная. Про справедливость, вот эту, которую вы сейчас сказали, в отношении людей более слабых, инвалидов, например. С ограниченными возможностями, скажем, да. Вот я хочу вам пример такой привести. Если мы берем поступление в ВУЗы, то для инвалидов существует облегченная система поступления в ВУЗы на бюджет. То есть, главное, чтобы они, условно говоря, на тройку сдали. Ну, там, понятно, что сейчас ЕГЭ, если у них есть. И они уже поступают в ВУЗ автоматом. А при этом количество бюджетных вес, как мы знаем, ограничено. И получается, что человек, даже медалист, может не пройти, потому что его место займет инвалид. То есть, вот это справедливо или нет? Ведь общество в этом случае, может быть, недополучит специалиста высокого качества, дав такую, как бы, ну, относительную какую-то возможность, которой, может быть, инвалид никогда и не воспользуется. Что он там станет каким-то гениальным инженером и так далее. Вот это вы думаете справедливо по отношению к тому человеку, который не поступил. Будучи его гораздо, так сказать, способнее и в перспективе, который принесет больше пользы обществу. Ну, я, Владимир Сергеевич, я понимаю идею. Но, на мой взгляд, все моменты прописать в законодательство очень сложно. Им в любом деле бывают издержки. А мы сейчас не про законодательство. Вот мы про этику, так сказать, про правду, как вы говорили. А, то есть, если хотите мое мнение услышать, то я считаю, что здесь надо от этого уходить. И дать возможность ребятам для поступления в ВУЗы одинаковые... Равные. Равные возможности, скажем так. Потому что я тоже не понимаю, почему инвалид, вот, как бы, ведь, если он инвалид, ну, где-то по умственной какой-то способности, ему не надо в ВУЗ. А если он инвалид не по этим делам, да, то он, значит, мог учиться так же, как и все остальные люди, школьники. Сейчас у нас, тем более, все условия для этого создаются. Поэтому зачем делают особые преференции? Я, допустим, согласен с тем, чтобы при равном количестве баллов дать такие преференции, но не более того. Но я хочу добавить, что в среднем профессиональном образовании вот данных преференций для сирот, инвалидов нет. Ну, вот это, наверное, правильно. Вот надо и высшему образованию к этому же стремиться. Тимур Саверфинович, вы как по этому поводу что-то можете добавить? Ну, вот это пример социальный как раз справедливости, либо несправедливости есть. Потому как это некая настройка. Ну, вот кому интересно, могут почитать книги Дасмонда Морриса, этолог известный, как и Кондрат Лоренц. Там как раз об этом и говорится, что в животном мире, а мы все-таки из животного мира вышли, там немного отличаемся, там всегда будет присутствовать доминант. То есть это тот, кто будет, он и есть закон, по сути. То есть он будет распространять, как Аристотель говорил, волю, установленное право, которое впоследствии стало позитивным. Он и будет распространять через систему парламента и так далее. Не важно, как это будет выглядеть, но эта воля и будет притворяться жизнь с консультантами, без консультантов. То есть это просто пример социальной либо справедливости, либо несправедливости. Спасибо. Сейчас мы уйдем на короткую рекламу, а после продолжим. В эфире дискуссионная передача «Ума. Палата» и я, ее ведущий, Владимир Сизов. В студии мои гости Владимир Викторович Шубин, директор Кировского медицинского колледжа, и Тимур Серафимович Кожевников, практикующий психолог и преподаватель юридической психологии МГУА. Разговор у нас идет о том, существует ли социальная справедливость. Так вот, продолжая то, что мы с вами до перерыва обсуждали, я хочу отметить, что некоторые зарубежные мыслители либерального толка считают, что никакой социальной справедливости на самом деле не существует. Вот так, например, известный австрийский экономист и философ Фридрих фон Хайек заявлял, что социальная справедливость – это просто квазирелигиозный предрассудок, с ним надо бороться, когда он становится обоснованием принуждения к чему-либо других людей. Мало того, Хайек заявлял, что растущая вера в социальную справедливость является в настоящее время наибольшей угрозой для большинства других ценностей свободной цивилизации. И Хайек не один, так сказать, в своем мнении, есть и другие, Фридман, например. Это все в основном люди так называемой идеологии либерализма, то есть главенствующей идеологии Запада. Но сегодня вы знаете, что либерализм насаждается и в России. Чтобы пояснить нашим слушателям, либерализм – это идеология свободной конкуренции всех со всеми. И она считает, что каждый достоин того, что из себя представляет. То есть каждому свое. Не напоминает вам фраза что-то? А вспомните, что было написано над воротами фашистского концлагеря Бухенвальд. Каждому свое. То есть либерализм в своем предельном выражении превращается в фашизм. И Фридрих Ницше, которого некоторые называют притечей фашизма, утверждал, «Равенство всех – это самая вопиющая несправедливость, так как при этом величайшим людям приходится становиться малыми». И у меня вопрос к вам, коллеги. Прокомментируйте, вернее, даже не вопрос, а просьба. Прокомментируйте мнение о том, что социальной справедливости не существует или что она даже вредна. Как вы считаете, насколько такое мнение имеет право на существование? Ну что, уважаемые друзья, есть две точки зрения. Социальная справедливость есть и ее нет. Ну вот мы уже упоминали имя Джона Роллса с его теорией справедливости. Но в целом можно, так сказать, подвести итог. Есть общие принципы социальной справедливости. Это такие принципы, как равенство всех граждан перед законом, обеспечение гарантий жизнедеятельности человека, высокий уровень социальной защищенности. И такие частные моменты социальной справедливости – это обеспечение работой каждого, достойная зарплата, социальное обеспечение инвалидов и детей-сирот, свободный доступ граждан к образованию, здравоохранению, культуре, спорту и так далее. Противоположная точка зрения, Владимир Сергеевич уже упоминал, Хейка, Фридмана, Хейка, Мизеса, но в частности Фридрих Августон Хейк является Нобелевским лауреатом. Точно так же, как и Фридман. Но ведь просто так Нобелевскую премию не дают. И его теория, она, я бы сказал, имеет двоякую подоплеку. Первое. Во-первых, когда работали тот и другой ученый. Они работали в период, и свои научные достижения у них были, в период расцвета социализма. Может быть, вот эта теория неолиберализма была специально заточена под то или на то, чтобы сделать предпосылки для разрушения социалистического лагеря. Ну, а у вас какая-то уже теория заговора. Я читал Хейка и Фридмана, но у меня такое впечатление не сложилось. Я предполагаю. Но, с другой стороны, у них есть абсолютно рациональное зерно, которое, допустим, надо использовать, и оно имеет место. На мой взгляд, он говорил о том, что плановая экономика – это утопия. Должен быть свободный рынок. И вот невозможно субъективно распределить результаты труда на основе затраченного работником усилий. Так, все-таки, много мы размышляем об этом. Прав он или не прав? Есть социальная справедливость или нет? Вы-то что думаете? Я считаю, что социальная справедливость должна быть. Должна быть. Вот есть ли она, да? А Тимур Сарфимович, что по этому поводу думает? Вот сейчас вот слушаю, конечно, да, и все понимаю больше, что расширяется кругозор в этом вопросе. И вот, наверное, больше, 51%, как говорится, контрольный пакет акций, что ее, наверное, нет. Потому что где мы ее видим? У нее почему-то вот сейчас примерно, поймите, пришел, да, зарплаты в конвертах. Да, то есть это борьба со справедливостью или борьба с несправедливостью, да. То есть, скажем, то, что человек не видит, что его там, скажем, коллега получает, какие суммы сравнить ему не с чем, ему по-своему хорошо. То есть, если он этого не видит, получается, все справедливо. Если он узнает про зарплату коллеги, да, что у него в конверте больше оказалось, все справедливость заканчивается. То есть, по большому счету, вот я уже говорил про вот этих этологов, видных Морриса и Лоренца, вот, из их трудов, скажем, равенства нет. То есть, животными равенства нет. Вот, ну, там, в простейших каких-то сообществах там есть с точки зрения Лоренца, а так нет. Следовательно, если взять за основу, что все-таки большая у нас сейчас это животный мир, да, преобладают инстинкты, скажем, в нас, да. То есть, некие шаблонные в виде привычек к поведению. То есть, ну, наверное, может быть, что в большей степени ее, наверное, нет. Или она очень индивидуальна и субъективна. Ну, в общем, да, у нас, так сказать, разнонаправленные векторы наших мнений. Но тогда давайте еще один вопрос попробуем успеть обсудить, но очень коротко. Вот, строительство в разных странах коммунизма и социализма, ведь это, по сути-то, практическое воплощение идей социальной справедливости, согласны. Но, однако, вот в 90-х годах многие страны прекратили идти путем построения социалистического там или коммунистического общества. Но доказывает ли это, что идея социальной справедливости утопична? Ведь потому что далеко не все страны-то отказались от нее. Если мы, так сказать, возьмем Китай, он никогда не отказывался от того, что... Вернее, ну да, не отказывался от построения общества социальной справедливости и руководства им, а существует Компартия. А если мы возьмем Иран, там вообще буквально в смысле слова построено общество справедливости. Правда, об этом мало кто знает у нас в стране. Ну, вот как все-таки вы думаете? Может быть, все-таки СССР расплавилась не из-за того, что вернулись... Ну, не из-за того, что идея социальной справедливости неосуществима, а по каким-то другим причинам. Ну, только очень коротко. По поводу, если СССР взять, да, ну вот у меня две точки зрения насчет справедливости. Вот, наверное, зайду с другой стороны. В свое время там генерал КГБ уступал давненько передачу с моря. Он сказал интересную фразу, что проект под названием Советский Союз был свернут по причине того, что люди не готовы к нему еще. То есть, к этим вот к идеалам и так далее. То есть, просто не тянут. Фраза интересная, я объяснение ей не знаю. То есть, вот мое личное мнение, что вполне вероятно, там были рациональные идеи, скажем, да. Но в силу разных причин, ну вот. Владимир Викторович, у вас мнение СССР почему развелся? Из-за того, что не работает идея социальной справедливости или какие-то другие причины? Мне вот понравилась такая идея, что гибель СССР – это крушение последней мечты. Но вот на каком-то этапе идея социальной справедливости не сработала. Ну, хорошо. Мы, наверное, будем заканчивать постепенно нашу передачу. Поэтому, вот, если вы, есть какое-то последнее, так сказать, какое-то слово о том, что-таки социальная справедливость есть или нет, можно его высказать. Есть? Пожалуйста. Только времени, если там постараюсь. Значит, суть в том, что вот есть справедливость или нет, индивидуальная, социальная, но вот размышления о этих категориях справедливости, они в любом случае будут полезны. Потому что человек сам выйдет на понимание какого-то понимания справедливости, и уже вот через эту призму, наверное, сам в большей степени какую-то справедливость осуществлять или нет. То есть, в любом случае, эти вот размышления, они полезны. Я хотел вернуться к такой мысли, что должен существовать в обществе так называемый общественный договор. Но чтобы он работал, социальный строй менять не нужно. Ну, конечно, да. Мы за то, чтобы было всё... Стабильно. Да, за стабильность. В конце передачи для тех, кто хочет глубже разобраться в обсуждаемой сегодня проблеме, хочу порекомендовать книгу «Справедливость и любовь» авторы доктора исторических наук, профессор и политолог Вардан Багдасарян и архимандрит Сильвест Лукашенко. Издана в Москве в 2020 году. Ну, и свой вывод, конечно же, я тоже хочу сделать. Я думаю, что всё-таки понятие социальной справедливости очень неоднозначное. У различных общественных групп оно, как вот мы сегодня выяснили, может быть совершенно различным, причём прямо противоположным друг другу. И поэтому понятие справедливости и несправедливости, ну, наверное, трудно определить однозначно. Поэтому теоретическое достижение социальной справедливости, конечно, с одной стороны возможно, теоретически. Но для человечества пока это, наверное, всё-таки практически нереализуемо, потому что, как мы опять-таки с вами выяснили, справедливость очень во многом связана с материальными какими-то ресурсами. То есть, деньги, они тоже же выражение материальных ресурсов. То есть, этих ресурсов на всех не хватает. Вот когда у человечества будет возможность обладать неограниченным количеством всевозможных ресурсов, и тогда исчезнут конфликты между людьми. Но на данном этапе развития технологии это невозможно, и поэтому пока социальной справедливости быть не может. Хотя в отдалённом будущем мы будем надеяться, что она у нас появится. Спасибо за внимание и до следующих встреч. Спасибо. Ума-балата